Хе-хей! Арбуз! Так, что с арбузом? Сейчас прям начинаются уже классные арбузы. Просто есть арбузы уже никому не интересно, поэтому в этом году... Вот, казалось бы, я 10 лет путешествовал по Индии. И самым офигительным лакомством был арбуз. Потому что в Индии арбуз продается везде, во всех видах, там, что ты хочешь. На улицах тележки с арбузами и так далее и тому подобное. Они его и смузи, и соки, и фреши, и сфильтрованные, и нефильтрованные, и что только не делают. Есть вариант, там его сейчас положить и почистить от шкурки, но я всегда делаю так. Беру арбуз, надрезаю с этой стороны, надрезаю с этой стороны, потом... И все, сидишь, как бы смотришь киношку или, например, в гости... Гости пришли, и они все раз вилочками берут, и у тебя одна заканчивается, вторая заканчивается. Очень удобно. Значит, у меня сегодня другая тема. Вот такая. Значит, очень важно арбуз без косточек, чтобы был. Баночку. Складываем в баночку. Значит, там, где у нас есть косточки, там заморачиваемся, их нужно вытащить. Все в баночку, в баночку. Сочный сладкий арбуз в баночку, в баночку. В баночку, в баночку. Все. Поджимаем, не стесняемся. Это я доем. Ух ты, ёшкин кот, здесь сколько семечков в этой части арбуза. Все косточки вынимаем, и баночку набиваем плотнёхонько арбузом. Проверяем. В общем, вот полная коробочка вкуснейшего арбуза. Главное, пальцы не оставить. Арбуз то, что надо. Все со стола нужно убрать. Теперь в эту баночку следует добавить листочки мяты. Просто перечная, обычная мята. Если у вас садовая есть в огороде, или мелиса, с мелисой нужно аккуратно. Мелиса очень ароматная. А вот такая вот магазинная мята, она, ну такой аромат у нее слабенький. Ну вот смотрите. Так, значит, вот эти все помятые листочки, черненькие уже, которые стали, их нельзя. Только берем самые-самые свежие листочки. С мятой, смотрите, вот тут, ну сколько у меня, маленький пучочек, да, с трех веточек листочки ободрал. Тут на любителя. Любите поярче вкус, не стесняйтесь, мяты забивайте побольше. Любите так, пикантненько, чуть-чуть добавьте. Значит, больше сюда ничего не добавляем, кроме капли меда. Где мед? Мед желательно жидкий и желательно не с яркой ароматикой. Да, этот прям вообще. Так, 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 так. Да. Ну вот, сколько здесь? Ну, почти там чайная ложка, может чуть меньше. Как тот мне написал, что ржал над тем... Пол чайной ложки с горкой. Я где-то в каком-то рецепте сказал, говорю, пол чайной ложки с горкой. Теперь маленький, нехитрый элемент вот этой штуки. Хрясь. Оп. Плотничком закрутили. А от блендера ногу оторвали в розеточку. Оп. Видели, старвинт. Вот эта штука в комплекте у нее идет. Переворачиваем. Хорошенечко перемалываем. Да, в общем-то и все. Теперь делаем так. Это в мойку. А это с собой на работу. У меня супруга, Ксения Евгеньевна, очень любит этот гаджет. Делать в нем всякие коктейльчики и все, что можно с собой взять в машину. О! Да? И все, в машине валяется, прикиньте, тема. А арбуз я люблю, короче, именно вот такие шейки, потому что в Индии их делают на каждом углу. Но только у них арбузы плотнее и более сухие, они чуть-чуть воды добавляют, немножко сахара. Но вместо сахара и мед добавляю, и мята, она создает очень крутой баланс. Кислоты здесь особо никакой нету. Ну да, он через какое-то время, конечно, сбродит, если вы его будете держать на солнце. Но, как бы сам, ради этого стоит жить, друзья. Простейший рецепт, но мята и арбуз – это идеально дополняющие друг друга два ингредиента. Вы все жалуете, что я делаю длинные рецепты, что много ингредиентов и всего прочего. Три ингредиента здесь, да, мед – вкусовой ингредиент, а основные два – это мята и арбуз. Трех – ингредиентное блюдо, которое вы можете реально… Здесь столько фруктозы, столько калорий и всего прочего. Бомба, я рекомендую. Пока.